Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! На связи с Архей Панферов, сайт panferov.com Итак, у вас есть какой-нибудь понравившийся вам DVD-диск. На нем, скажем, 5, 6, 7 гигабайт информации, фильма какого-нибудь. Но дело в том, что вы хотели, допустим, убрать какие-нибудь разделы, бонусные разделы о том, как снимался этот фильм, какую-то информацию. То есть вам это не нужно. Убрать какое-нибудь меню и также избавиться не только от разделов и, допустим, ненужных звуков, как обычно у нас идет. И русская дорожка, английская дорожка, субтитры идут еще. Звук 5.1 отдельно есть, есть отдельно 2, то есть стерео. И вы хотите избавиться от лишней информации, тем самым сделать, чтобы объем вашего фильма был немножко меньше. Ну и, естественно, немножко поджать основные разделы вашего фильма для того, чтобы они влезли на диск DVD-5, к примеру. То есть в пределах 4,5 гигабайт. Ну что ж, я уже как-то пару лет назад показывал это на программе Nero 7 версии. Вот сейчас я это покажу на программе Nero версии 9. Ну что ж, идем вот сюда вот. Вот сюда, да. И нажимаем данную кнопочку. Выбираем Nero Recode. Вот открывается данная программка. Выбираем перекодировать весь DVD в DVD. Вот, и, естественно, у вас, я вот вставил сейчас один из моих любимых фильмов. Иисус Христос, суперзвезда, да. Он у нас весит. Давайте посмотрим сейчас. Откроем наш. Вот так вот, да. Свойства. Вот, и посмотрим. Он у нас занимает чуть больше 7 гигабайт, да. Нам его нужно поместить в 4,5. Ну что ж, давайте это проделаем. Значит, нажимаем кнопочку Import DVD. Вот. Выбираем, значит, данный диск, да. И выбираем папочку Video TS, да. Нажимаем ОК. Идет подготовка. Так, ну тут у меня... Отмена. Так, тут у меня что появляется. Вот такой вот. Ну, будет процесс. Он у меня уже был, да. У вас будет процесс просчета. Когда будут добавляться данные разделы в программу. Ну что ж, значит, выберем, во-первых, размер носителя. Вот здесь вот, да. Вот здесь он у нас, ну, как мы с вами уже договорились. Вы можете любой сделать, да. Вот. Но мы хотим в 4,5 гигабайта уместить. Вот. Видите, что автоматически у нас размер... Вот он. В 4,5 влез как раз. Вот. И здесь у нас находятся все разделы, все данные. Насколько сжимается меню, главный фильм. Ну, вот, допустим, главный фильм, который нас интересует больше всего, да. Он сжимается на 59,9%. Вот. Ну что ж, давайте немножко повысим этот коэффициент сжатия. Идем, значит, меню. И те меню, которые вам не нужны, вы отключаете. То есть, когда вы нажимаете на меню, вы видите, что там что-то будет, да. Ну, что-то есть. Вот здесь вот в мониторчике в маленьком, в дисплейчике. Нажимаем на меню, нажимаем отключить. То есть, первоначальное. Так. Все. Запрещен. Значит, это меню уже у нас не будет работать. Далее. Это мы оставляем. Оставляем. Оставляем, да. Вот эти все. Все. Это мы оставляем. Далее. Есть еще. Тут много, да. Тут корневое меню есть. Давайте оставим, да. Ну, тут, в принципе, они много размера не занимают. Поэтому мы можем это дело оставить. Далее. С меню разобрались. Ну, естественно, на вашем диске вы отключите те, которые вам не нужны. Оставите те, которые нужны, да. Далее. Идем в главный фильм. Нажимаем на сам фильм. Вот. И смотрите. Если у вас, ну, к примеру, там стерео-система, то зачем вам 5.1? Ну, во-первых, вот эти уберем. Какие-то дополнительные. Они нам не нужны, да. Вот. Остается у нас 5.1 каналов звук, либо 2-х канальный звук. Вот если у вас система стерео, то вы отключаете Dolby Digital 5.1, вот. И тем самым, видите, процент сжатия повышается, да. Тем самым качество лучше будет. Вот. То есть, один вариант можно убрать. Либо наоборот, вы отключаете стерео, если у вас 5.1, да. Вы только в 5.1 акустику слушаете, да. Вот. Оставляете его, остальное все отключаете. Вот. За счет этого добавляется место на диске. Ну, что ж. Давайте теперь откроем этот главный фильм. И увидим, что у нас тут заголовок. Вот. Только один заголовок, да. То есть, весь фильм занимает он. 1.46 и 3, почти 3.5 гигабайта. Понятно, да. Далее. Extras. Ну, здесь у нас всякие вложения, инклюда. Ну, то есть, бонусные дополнительные материалы. Я их уже смотрел, и я не хочу их копировать. Не нужны они мне. Мне нужен только фильм. Мы можем нажать на всю папочку. Вот так вот, да. Выделить. И нажать на кнопочку отключить. Вот таким вот образом. Ок. Все. И то же самое материалы, да. Без ссылок. Тут тоже есть. Ну, давайте мы так же нажимаем на папочку на всю, да. И нажимаем отключить. Ок. Все. Мы видим, что главный фильм... Кстати, меню можно качество немножко прибрать. Допустим, вот так, да. Оно не столь важно. А вот главный фильм, смотрите. Ужался он практически в два раза, да. Ну, чуть менее, чем в два раза. А в процентном отношении качество у нас, смотрите, сколько стало. Почти 75%. То есть, это говорит о очень хорошем качестве. Вот. И вы можете данный главный фильм записать на DVD с необходимым меню, да. И с необходимым звуком. Тот, который вам нужен. Ну, что ж. Теперь мы можем писать наш фильм. Нажимаем на кнопочку «Далее». Кстати, Nero Recode очень хорошо копирует вот это содержимое дисков. Вот. Поэтому по качеству, в принципе, считается одна из лучших программ в области, ну, скажем, реавторинга, да. DVD. Нажимаем «Далее». Здесь выбираем либо в папку жесткого диска, либо сразу записать на DVD диск, вот, либо создать образ, да. Ну, я рекомендую либо создать образ, либо в папку жесткого диска, чтобы после этого мы могли проверить на компьютере, а уже потом записывать наш диск. Здесь мы выбираем путь, куда записывать будем, да. Например, на диск «Е» я хочу. Вот. Пусть так. Окей. Все. Далее. Здесь вы можете добавить расширенный анализ, то есть за два прохода. То есть это, ну, больше времени займет, но качество оно будет получше немножко. Ну, так разработчики NERA обещают, да. Вот. И поставить медленную запись. То есть записываться будет медленно, но будет, ну, будет включен режим высокого качества. То есть вот эти вот две функции желательно включить, чтобы качество у вас было максимально качественным. И нажимаем потом кнопочку «Запись». Вот. И после этого у нас анализируется весь фильм. Вот. Идет здесь процесс перекодирования, перекодировки. Вот. Все. И после того, как на 100% будет выполнено, вы можете просмотреть ваш новый фильм. Ну, что ж. Вот такой вот небольшой видеоурок. Большое спасибо за его просмотр. На связи был Сергей Панферов. Сайт panferov.com. Пока-пока. До связи. Продолжение следует.